Девушки отдыхают Попробуйте устоять Шамы и господа Встречайте Ферухова Шамы 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 Бокс У меня очень многое, честно говоря В первую очередь это Характер, наверное, не сдаваться Потому что в боксе, знаете, это вот как и в жизни Получил удар Жизненный, да, вот Нокаут, да Надо встать и идти дальше Ее профессиональная карьера началась с боя Софьей Очигавой Это одна из самых успешных спортсменок в боксе Призер Олимпиады, двукратная чемпионка мира Фируза единственная в Казахстане, кто согласился на бой с ней Фируза уступила в конкурентном бою, но выиграла свой счастливый билет в мир профессионального бокса Ощущения хорошие Бой был тяжелым София очень опытная соперница Я взяла у нее очень многое Продюсер Сергей Завилийский сразу разглядел в ней потенциал будущей чемпионки мира Для нас было очевидно, что у Фирузы нет шансов выиграть Но она настолько хорошо себя проявила и так хорошо провела бой, что мы предложили ей контракт после этого Потому что с первых минут знакомства стало понятно, что хоть Фируза еще особо ничего не умеет в плане медиа, в плане работы со средствами массовой информации Но у нее все это врожденное Мой прогноз был, что из Фирузы мы сможем сделать чемпионку мира Вернее, даже не чемпионку мира А подойти к титульному бою примерно через два года Но Фируза так взялась за работу Уже с первой же бой ее с нами, с нашей командой Мы сделали с первым номером Италии С очень высоко стоявшей и опытной итальянкой Мы полетели в Испанию, где Фируза выиграла Дальше, как в кино Переезд в Москву Тренировки до кровавых мозолей Травмы, слезы, победы И в первую очередь над самой собой Она вела бои на ринге, балансируя на грани Ставя на кон все, что у нее было Но тандем талантливого продюсера и боксера с несгибаемой волей дал потрясающие результаты Чуть больше, чем за год Фируза стала чемпионкой мира Впервые в истории Казахстана Мы сейчас об этом говорим У меня такое впечатление, что опять был гонок Я опять тоже волнуюсь, переживаю Эти моменты, они запоминаются на всю жизнь Фируза в переводе с персидского Одерживающая победу В ней течет узбекская кровь Ее родина – Казахстан Древний город Тараза Где оставили след самые воинственные народы нашей планеты Путь чемпиона не бывает легок Только самые упорные идут к своей цели, не отступая Принцип Фирузы Шариповой с самого детства – только вперед Им она руководствуется и в ринге, и в жизни Честно сказать, она сама Она первые дни скрывала, что пошла на бокс А потом, когда пришла, мы были в ужасе Как это, бокс для тебя? Она говорит, ну мне нравится это такое И характер вырабатывает Не знаю, как в других видах спорта Но в боксе, вот на ринге ты и твой соперник И надо, знаете, быстро принимать решение, что делать Как боксировать, манеру боя, вести бой Либо ты, либо тебя И так же и в жизни Накануне очередного боя Фирузе в спарринге ломают нос Но это не может остановить настоящего чемпиона И она все равно принимает решение выйти на бой Бой с чернобородовой В шутку задаю Лору вопрос А может ли она боксировать? На что Лор отвечает Ну, это же не балет, это бокс Представьте, что в первом раунде Она пропускает удары, ей ломают нос Вот будет примерно все то же самое Вот вопрос психологически Готова она или нет На что Фируза говорит Да я по-любому буду боксировать На прямых не стой Да, 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 да Да, 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 да Мы нашли общий язык Мы нашли точки соприкосновения Мы поняли, что у нас одинаковые цели Вот И что меня больше всего устроило в нашей работе Это взаимопонимание И желание обучиться Желание стать сильнее И стремление стать чемпионкой мира Следующие три боя Фируза завершила досрочно Отправив соперниц в нокаут После шести побед подряд Самая красивая спортсменка Казахстана Подошла к бою за титул чемпионки мира Сразу по двум версиям Красивая, отчаянная Она завоевала интерес журналистов И любовь болельщиков Мне, честно говоря Разницы нету с кем буксировать Я все равно пошу на тренировках Делаю свое дело и все Полностью отдаю себя в тренировочном процессе Никогда не жалею себя Тренировки абсолютно другие Там, наверное, одна разминка стоила Одной тренировки в любителях И меня начали полностью переучивать Абсолютно полностью Потому что любительский бокс и профессиональный Две разные вещи Мало кому дается такой шанс Первый титульный бой на родной земле И тут случилась кульминация драмы Брат Фирузы попал в автокатастрофу Он оказался в больнице в коме Родители должны были сообщить об этом Прямо накануне боя Прилетел первый папа Вот, я очень ждала встречи Ах, блин Субтитры сделал Не рассказывай, рассказывай Прямо все рассказывай Дамы и господа Встречайте В красную галерингу Из Казахстана Фируза Шеврифова В первом раунде Она попала мне боковым в челюсть И мне было тяжело закрывать челюсть И в первом раунде я уже села Я немножко запаниковала про себя Уже начала думать о челюсти Потому что на самом деле В капе еще тяжело было закрывать рот И я так вот про себя подумала Неужели все так быстро закончится? Я закрыла глаза Слушала тренера и все В раунде, наверное, седьмом-восьмом Я просто, наверное, ждала Когда закончится этот бой Сидели в первых рядах Болели за меня Я очень хорошо слышала их Я знаю, что мама переживает И несмотря на то, что в ринге тяжело было С челюстью Я так ей помахала Все хорошо во время боя Вер mrvvv и WVV Развязка. Фируза чемпион мира. Брат выздоровел. Но ее победа лишь часть пути. И вот эти эмоции, друзья, они очень искренние, они настоящие, потому что в этот бой, в эту подготовку было вложено столько сил, столько поток, столько старания. И все это не зря. Хочу сказать огромное спасибо вам всем, что вы пришли сегодня поддержать нас, меня. Была сделана огромная работа. Хочу сказать большое спасибо моей команде, которая была всегда рядом. Моим родителям. Аллах, Азахстан! В конце поединка, вот когда вот этот вот гонг прозвенел, вот охота была кричать. Я даже крикнула, да. Это такой, наверное, вот крик был, что вот наконец-то это вот закончилось, да. И вспоминаю, что вот этот миг жизни, да, один раз в жизни случается. И вот и радость была, что это закончилось. И в то же время вот, что вот надо наслаждаться моментом. В ринге она беспощадна. В жизни хрупкая и ранимая. Претендент на звание абсолютного чемпиона мира. Обычный человек, чья мечта нашла отклик в сердцах казахстанцев. Но настоящий чемпион никогда не останавливается на достигнутом. Спустя короткое время Фируза приняла новый вызов. Борьбу за звание чемпионки мира в новой для себя весовой категории. Посмотрим. Это была победа единогласным решением судей. Правда, сыной здоровья. После боя девушку увезли в больницу с подозрением на перелом кистей. Ей предстояло длительное восстановление. Она провела большой пользой для себя этот период. Правильно реабилитировала свои руки, правильно относилась к специализированным упражнениям. Фируза опытный спортсмен, и поэтому некоторые вещи, которые многим надо объяснять, до нее доходят достаточно быстро. И она сама их может очень быстро осознать. Это способствовало, в принципе, правильной реабилитации ее рук. После боя в Алма-Ате за полгода Фируза сильно прибавила и стала намного лучше и сильнее. Сейчас Фируза находится в очень хорошей форме, заряжена на бой, готова выигрывать и готова завоевывать новые титулы. Следующий поединок чемпионка мира в двух весовых категориях Фируза Шарипова проведет 8 сентября. На вечере бокса в Санкт-Петербурге она встретится с непобежденной россиянкой Юлией Куценко. Очередной бой за звание чемпионки мира с очень серьезной соперницей, которая не проигрывала ни одного боя до этого, которая умеет только выигрывать. Поэтому противостояние будет очень интересное, но я уверен, что Фируза будет выигрывать. Надеюсь, нокаутом. По крайней мере, вся подготовка была направлена именно на это. Бой между Шариповой и Куценко организован совместно с легендарным Роэм Джонсом-младшим, который выступает промоутером российской спортсменки. Но спортсменка знает, в этом сражении она не одна. Рядом всегда семья, профессиональная команда и преданные фанаты. А на арене в Санкт-Петербурге с Шариповой будет еще один человек – фигурист Денис Тен. 8 сентября Фируза посвятит свой бой памяти погибшего соотечественника. Я, конечно, могу сказать, что я выиграю всех. Нет, я такое не хочу говорить, но все, что касается меня, моих сил, я сделаю все, что от меня зависит. Субтитры создавал DimaTorzok